Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Знаешь что, тогда давай подарим все вместе. Подарим и напишем. С Новым Годом, Николай Владимирович! Ой, Николай Владимирович, вы уже здесь? Когда вы зашли? С Новым Годом? Позвольте, позвольте. С Новым Годом? Друзья мои, а почему, собственно, с Новым Годом? Ведь до Нового Года почти целый месяц. Да нет, Николай Владимирович, просто у нас с Левой есть для вас сюрприз. Ах, сюрприз! Да. Слушай, мы же к Новому Году хотели подарить. Подумаешь, днем раньше, днем позже. А может, ему не понравится еще. Давай спросим сначала. Хорошо, давай. Николай Владимирович, вот я, например, очень люблю получать подарки к Новому Году. Интересно, а вы? Я? Да. Ну, как вам сказать, пожалуй, я тоже. Хорошо. Так, а что бы вы хотели, чтобы вам подарили? Ну, друзья мои, об этом никто никогда не спрашивает. Тем и ценен и интересен подарок, что это всегда является неожиданностью, как бы сюрпризом. Вот я Леве тоже готовлю сюрприз. Набор фломастеров. А он мне альбом для марок. Да. Да, ну какой же это сюрприз, когда вы оба уже знаете о нем? Хороший сюрприз, Николай Владимирович. Мы даже вместе эти подарки себе купили. Да. Пришли в магазин, журналист, Али говорит, можешь подарить мне альбом для марок. А я ему говорю, хорошо, а ты можешь мне подарить набор фломастеров. Друзья мои, как всегда, вы меня просто удивляете. Николай Владимирович, Николай Владимирович, а вот признайтесь, вам хочется увидеть ваш сюрприз? Что ты спрашиваешь? Конечно, хочется. Во-первых, не сюрприз, а подарок. А если вы преподнесете его ко времени, он может быть для меня приятным сюрпризом. Понятно? Понятно. Поздравить близкого вам человека, подарить ему сделанную своими руками елочную игрушку или опустить в почтовый ящик поздравительную открытку – это скромное проявление внимания не только принесет радость другому человеку, но и создаст по-настоящему праздничное настроение. Чего не дарят людям в день рождения, фантазии и гостей предела нет. Одни приходят с книжками для чтения, другие с целым ворохом конфет. А мне подарили, мне подарили белку, жука и синицу, а мне подарили, мне подарили зайца, ежа и сову. И, может, вполне, и, может, вполне, вполне в зоопарк превратится квартира моя, квартира моя, квартира, в которой живу. Пищат мои подарки и кусаются, царапаются все наперебой. И, может, вполне, и, может, вполне, вполне в зоопарк превратится квартира моя, квартира моя. Как вы, наверное, уже догадались, песню о подарке. В подарках пел народный артист Советского Союза Олег Попов. И исполнена она была по вашей просьбе, ребята. Сегодня в гостях у «Радионяни» заслуженный деятель искусств Азербайджана, композитор, лауреат премии Ленинского комсомола Полат Бюльбюль Оглы. Я впервые выступаю в передаче «Радионяни», хотя я знаю эту передачу и с удовольствием ее слушаю вместе со своим сыном Теймуром, которому уже исполнилось 4 года. Он очень любит вашу передачу и будет гордиться тем, что его папа тоже выступал в этой передаче. Меня иногда дети спрашивают, как я пишу свои песни. Это очень трудно рассказать и объяснить, как это получается. Иногда это получается, потому что хорошее настроение, а иногда это получается, потому что грустное настроение. Но детские песни я написал впервые. Впервые меня пригласили написать музыку к детскому фильму. Я с радостью и удовольствием согласился и написал в этом фильме несколько песен для этого музыкального фильма. Но я очень рад, что эта работа для детей совпала с международным годом ребенка. И мне очень радостно и приятно, что в такой ответственный год я тоже сумел внести свою маленькую лепту. А сейчас послушайте песню из фильма «Я придумываю песню». Я придумываю песню, я придумываю песню, о чем скажу сейчас. О дожде, о небе ясном и о солнышке прекрасном, что так щедро греет нас. Подпевает козлик мне, лает песик, хвост задрав, гав-гав. А петух мне на бегу прокричал ку-ка-ре-ку. А котенок пискнул мяу. А котенок пискнул мяу. Эта песня без сомнения всем поднимет настроение, без нее никак нельзя. Я придумываю песню, я придумываю песню, и поют со мною вместе мои верные друзья. Подпевает козлик мне, лает песик, хвост задрав, гав-гав. А петух мне на бегу прокричал ку-ка-ре-ку. А котенок пискнул мяу. А котенок пискнул мяу. А котенок пискнул мяу. Но должна сказать вам честно, у меня от этой песни закружилась голова. А друзья мои нежданно, почему-то как-то странно перепутали слова. Подпевает козлик мне, лает песик, хвост задрав, гав-гав. А котёнок на бегу пропищал пукарьку, А ты тут пропел мне мяу. А ты тут пропел мне мяу. Смешные случаи на уроках. Я не пропускаю ни одной твоей передачи, пишет Аня Ткаченко из Симферополя. Ещё в начале учебного года я решила, что буду собирать смешные случаи и присылать тебе, радионяня. У нас на уроке русского языка учительница дала нам слово «аэродром» и попросила придумать предложение с этим словом. Ученик встал и сказал, возле нашего двора пролетел аэродром. И мы, учительница, смеялись над этим нелепым предложением. Наверное, вот так. А у нас на уроке физкультуры, пишет Володя Ерёмин из Перми, когда ученика спросили, какой вид спорта ему больше всего нравится, он ответил «купание». А вот на уроке физики, когда учитель спросил, что такое механическое движение, ученица начала объяснять. Это такое движение, когда тело двигается, ну, как бы механически, то есть необдуманно, и управляется не головой, а ногами. Учитель спросил, чем покрыты крылья мухи? Крылья мухи покрыты щетиной. Ну-ка, расскажи, пожалуйста, как работает трансформатор? Трансформатор работает по принципу. Это было ещё в первом классе, пишет Серёжа Назаров из Томска. Учительница попросила назвать слово на букву М и сказала, назовите только самое близкое, самое родное слово. И ученик сказал, самое близкое на букву М, самое родное – мороженое. А теперь несколько строчек из школьных сочинений. Солнце клонилось к закату, петух весело кукарекнул и наступило утро. Мы проезжали еловый лес, состоящий из берёз. Дирижабль потерпел кораблекрушение. Ухо состоит из слуховых косточек, молоточка и кувалды. Ребята, мы ждём от вас новых писем со смешными случаями на урок. Друзья мои, вот о чём я хотел с вами поговорить. Помните, мы спрашивали, какие правила надо соблюдать, навещая больного товарища? А что, Николай Владимирович, много писем пришло? Очень много. Много, конечно, потому что на такой вопрос ответить пара пустяков. По-моему, главное – навещать больного чаще. Вот когда ты, Лёва, болел, как я тебя окружал вниманием, помнишь? Помню, помню. Я тебе в день по десять раз звонил, а когда ты к телефону не стал подходить, навещать начал утром, днём, вечером. А потом, помнишь, всем классом пришли, расспрашивали, что болит, какое лекарство принимаешь. Я даже на постель к тебе подсел, помнишь? Пульс стал проверять. Потом, чтобы тебе не скучно было, о школьных делах рассказывать начали, о контрольной, за которую ты двойку получил, о том, что на твоём месте новенький уже сидит. Помню, помню. Потом выпели, танцевали, пластинки ставили все мои подряд. Да, потом такое начали рассказывать, что можно было от смеха вообще помереть. Ты, конечно, такой бледный лежал, к стене отвернулся. Я ещё подумал, что тебе не угодили. Тогда стал про хоккей рассказывать. Ребята в это время в кухне всё моё варенье съели. Точно, точно. А потом... Алик, Алик, ну прошу вас, не надо больше рассказывать. Всё, что вы говорите, это же ужасно. Как? Ужасно. Ведь больной не именинник, и беспокоить его звонками не нужно. А сидеть на постели не следует. Да, да, да. И навещать всем классом больного тоже не надо. Верно, Лёва? Да, спасибо, Николай Владимирович. Вот правильно сказали. Я вообще считаю, что рассказ Алика, который мы только что с вами прослушали, можно назвать следующим образом. Как не надо навещать больного. Как не надо. А как же надо? Вот. Вот об этом нам и написали ребята. И давайте почитаем их письма. Вот, читайте, пожалуйста, Алик, читайте. При навещании больного. Смотри, новое слово. Ну, да, пишет Наташа Беляева из села Борщи Одесской области. Надо вести себя так. Если болезнь переходная, то не садиться близко. А главное, не надо утруждать больного разными вопросами и огорчать его. А вот Лена Кокарева из Горького пишет. Нельзя ходить к больному без разрешения родителей. Игорь Степанов из поселка Сокольского Ивановской области сообщает в своем письме, что включать транзистор или магнитофон не надо, так как это может вызвать у больного головную боль. А Таня Антюфеева из Уфы считает, что надо прежде всего соблюдать тишину. При разговоре с больным надо стоять не ближе одного метра, пишет Таня. А если больной кашляет, то стоять надо на расстоянии двух метров. А если он чихает, то промежуток должен быть три метра. Ну, может быть, это смешно, но соблюдать правила безопасности обязательно нужно, друзья мои. Итак, спасибо вам, ребята. Спасибо за правильные ответы. Будьте здоровы! И не забывайте, как сказал Наташа Беляева, о правилах навещания больных. Первый день А потом еще немножко, а потом еще немножко. Третий день Лежит в постели, Что же с ним На самом деле Надоело мне болеть В потолок В потолок Весь день смотреть Отчего он заболел Только пол за сутки съел Снега, правда, три ладошки А потом еще немножко А потом Еще немножко Пятый день Пятый день Лежит в постели Ждет уже Конца недели Сколько жить Еще мне дней Без отметок И друзей Ну, зачем Он заболел Только пол за сутки съел Снега, правда, три ладошки А потом еще немножко А потом Еще немножко Ребята, конечно, вы привыкли к тому, что радионяня часто принимает у себя гостей, приглашая их к своему микрофону. Но сегодня мы в гостях Мы пришли на спортивную базу ЦСКА, чтобы повидать прославленного хоккеиста, знаменитого стража хоккейных ворот, чемпиона олимпийских игр, чемпиона мира, заслуженного мастера спорта Владислава Третьяка Дорогие ребята, я очень счастлив, что снова могу встретиться сегодня с вами, передача радионяня И могу немножко поделиться своими впечатлениями, рассказать, ответить на ваши вопросы, которые пришли в мой адрес Владислав, в начале передачи у нас шел разговор о подарках. Скажите, пожалуйста, вот в детстве какой новогодний подарок вам запомнился больше всего? Мне из подарок больше всего вспоминается клюшка, потому что раньше, лет 15 назад, 20 назад, клюшка все-таки была проблема купить в магазине, поэтому клюшка, которая мне была подарена в Новый год, я ее хранил, очень хотел, чтобы она не сломалась, каждый день выходил, играл ей, это самый любимый подарок был от мамы Можно я один вопрос задам? Потому что многие ребята интересуются, вот скажите, можно ли самим сделать ротарский костюм? Когда я был маленький, то папа мой мне помогал делать спортивный инвентарь, из всяких железок, из старых валенок, мы что-то краили, там не очень много, конечно, надо защищать, но все это, вот эти вот новшества, которые мне папа помогал, они предохраняют от ударов Которые могут ребятам прийти в хоккейных баталиях Еще такой вопрос, скажите, пожалуйста, у вас есть какая-нибудь своя эмблема, свой талисман? Да, как бы талисман личный У большинства спортсменов есть свои талисманы, но они как-то неохотно раскрывают их, потому что если они их раскроют, то они пропадают силой, что ли, у них какая-то, можно так сказать Ну, можно сказать, что не у каждого есть спортсмена какой-то талисман, но какая-то эмблема есть, в которую он верит Скажите, Владислав, что бы вы еще хотели передать ребятам? Я хотел бы обратиться к ребятам, сказать, что вы слышите, когда бываете на стадионе, то многие болельщики кричат или шайбу, или молодцы Вот мне хотелось бы, чтобы в канунь Олимпийских игр, в Олимпийский год, вы, ребята, придумали, может, что-то новое, не шайбу, не молодцы, а что-то интересное, что-то новое, которое бы спортсмены слушали, и он вдохновлял их на какие-то спортивные успехи, на победу Так что мы ждем от вас писем, мы вам будем очень благодарны И это будет наш Олимпийский конкурс Ну что ж, мы думаем, что ваше предложение понравится ребятам, и они придумают такое слово Итак, радионяня поддерживает предложение прославленного нашего вратаря Владислава Третьяка и открывает Олимпийский конкурс Конкурс на новое слово, которое будет вдохновлять наших спортсменов на 22-х Олимпийских играх в Москве Начинаем веселый урок Так, друзья мои, попрошу вас поближе подойти к микрофону Николай Владимирович, нам обеим подойти? Да-да-да-да, обе, обе подойдите Почему обе? Мы что, девчонки, что ли? Нет, конечно, но вы же сами сказали, обеим подойти, значит, вы женского рода Почему это вдруг женского? Действительно Да потому что в мужском роде надо говорить обоим Да-да-да-да-да, вот что получается, когда люди не знают простого правила грамматики Вот оно, числительное оба мужского и среднего рода в косвенных падежах перед окончанием имеет букву О Теперь ясно? Ясно Обоим ясно? Обоим Тогда попрошу вас обоих ответить мне еще на один вопрос Как вы скажете, что вот на этой и на этой стене наклеены обои? Ну, давай, отвечай ты Да, хорошо Очень просто, значит, стена женского рода, да На обоих стенах наклеены обеи Что смеешься? Обеи? Да Какие такие обеи? Какие? С цветочками А где же это вы видели такие обеи? Может быть, в обеином магазине? Я видел Ой, извините, я оговорился Не обеи, а обои Конечно, обои Обои стены, оклеены обоями Вот Все, 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 достаточно Почему? Стены женского рода И про них надо говорить обе Числительное женского рода И о нем тоже есть специальное правило Числительное обе женского рода В косвенных падежах Имеет перед окончанием букву Е Понятно? Поэтому мы и говорим обе Обеих, обеим На обеих стенах наклеены обои А, теперь все ясно Если мужской род, то оба Обоим, обои и так далее Везде О А если женский, везде Е Обе, обеих, обеим, верно? Прекрасно Вы делаете успехи, друзья мои Теперь остается выяснить Как быть, когда одно существительное Мужского рода, а другое женского Например, дедушка и бабушка Как сказать, что им нравится варенье? Дедушки и бабушки Обоим Нет Обеим Ну ладно, ладно, я вам помогу По правилу, если одно существительное Мужского рода, а другое женского То про них говорят Оба И склоняют, как в мужском роде Что ж, выходит, дедушка Главнее бабушки? В данном случае, да Николай Владимирович, а бабушка не обидится? Я думаю, нет Ведь нельзя обижаться На грамматические правила Их надо просто-напросто Запомнить А чтобы это легче было сделать Давайте, как всегда Споем песенку У верблюда два горба Два горба и оба Возвышаются над ним Словно два сугроба И обоим тем горбам Рады все верблюды Если пищу не найдут То берут оттуда Если ты склоняешь Слово оба То запомнить правила легко Перед окончанием Обрати внимание Нужно ставить только Букву О Нужно ставить только Букву О О-о-о-о-о-о-о Букву О У мартышки У мартышки две щеки Словно два кармана За обеими лежат Сладкие бананы Там орехи, карандаш И клочок бумаги У мартышки за щекой Как в универмаге Если ты склоняешь Слово обе Мы напомним правила тебе Перед окончанием Обрати внимание Нужно ставить только Букву Е Нужно ставить только Букву Е Е-е-е-е-е-е Есть мартышка и верблюд В нашем зоопарке Им обоим все несут Вкусные подарки Про обоих веселей Распевайте песню Чтоб грамматику учить Было интересней Если ты склоняешь Слово оба То запомнить правила легко Перед окончанием Обрати внимание Нужно ставить только Букву О Нужно ставить только Букву О Вот и все Веселый урок окончен Автор урока Леон Измайлов Просил, чтобы Ведущие передачи Александр Левенбук И Лев Шемелов Редактор Елена Лебедева И режиссер Татьяна Сапожникова Напомнили ребятам Что скоро Новый Год И веселые Зимние каникулы Да, да Но веселыми Они будут у тех ребят Которые успешно Закончат вторую четверть Поэтому Занимайтесь, ребята Хорошенечко Постарайтесь, пожалуйста Отличных отметок вам, ребята Этого вам желает Радиоволшебник Николай Владимирович Литвинов И вся радионяня Которая прощается с вами Радионяня Есть такая передача Радионяня Радионяня У нее одна задача Чтоб все девчонки И все мальчишки Подружились с ней Чтоб всем ребятам Всем труля-лятам было веселей Чтоб всем ребятам, всем труля-лятам было веселей